Здравствуйте! Это библейский портал экзогет.ру. Цикл лекций «Введение в Священное Писание Нового Завета». Тема – понятие о каноне Нового Завета. Греческий термин «канон» происходит от еврейского слова «канне», означающего «трость» или «палку». Так называлась в древности прямая трость, с помощью которой можно было начертить линию или удостовериться в том, что какая-то поверхность действительно является прямой. Так мог называться плотницкий инструмент для оценки положения доски или строительного камня относительно горизонтали или вертикали, то есть выражая современным языком уровень, или же эталон длины, в современных терминах мерила. Кроме того, канон мог использоваться как линейка у песца или коромысла у весов, поэтому он не должен был менять свою форму, то есть сгибаться. От значения линейки или уровня и произошли все остальные смысловые оттенки этого слова. В широком смысле канон указывает на некий критерий или стандарт, с помощью которого можно удостовериться, что те или иные действия являются правильными или идеи правильные, адекватные для данной ситуации. В большинстве случаев это слово можно перевести как «правило» или «норма». Как же этот термин связан с формированием Священного Писания Нового Завета? Святой апостол Иоанн Богослов, говоря о восприятии христианами ранней церкви живой действительности, так начинает свое первое послание. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и осязали руки наши о слове жизни, о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам. Тем самым Иоанн Богослов подчеркивает, что источником Божественного Откровения был сам Господь Иисус Христос, а христиане ранней церкви узнавали о учении и деятельности Господа Иисуса Христа, непосредственно общаясь с апостолами или их ближайшими учениками. Поэтому получается, что первоначально истина Божественного Откровения передавалась в церкви устно, путем непосредственных бесед апостолов, их учеников с верующими. Однако уже вскоре появляются первые письменные опыты выражения Божественного Откровения. Они были связаны прежде всего с тем, что апостолы адресовывали в те общины, в те церкви, которые были ими основаны, особые письма, которые мы сегодня называем послания, потому что они имеют определенный жанр и определенную структуру. Как правило, эти послания отталкивались от тех или иных практических или догматических вопросов, которые возникали в той или иной общине. Но появляются уже в середине первого века и опыты записи жизни и деятельности Господа Иисуса Христа, которые мы сегодня называем Евангелиями. Это тоже особый жанр. Получается, что во второй половине первого века у верующих была возможность и общаться с апостолами или ближайшими учениками, с одной стороны, а с другой стороны знакомиться с первыми опытами письменной фиксации Божественного Откровения. Как нам известно из слов Папе Иерапольского, годы жизни примерно 70-й и 155-й, либо 165-й годы по Рождестве Христовым, очень часто верующие предпочитали общение именно с апостолами. Вот цитата из Папе Иерапольского, которая сохранилась у историка начала 4 века, и все веки сарийского в его церковной истории. «Я, не замедлю в подтверждении истины, восполнить мои толкования тем, чему я хорошо научился у старцев и что хорошо запомнил. Я с удовольствием слушал не многоречивых учителей, а тех, кто преподавал истину, не тех, кто повторяет заповеди других людей, а данные Господом заповеди о вере, исходящие от самой истины. Если же приходил человек, общавшийся со старцами, я расспрашивал об их беседах, что говорил Андрей, что Петр, что Филипп, что Фома и Иаков, что Иоанн и Матфий или кто-то другой из учеников Господних. Я понимал, что книги не принесут мне столько пользы, сколько живой, остающийся в душе голос. Однако, отсюда можно сделать вывод о том, что, отдавая предпочтение непосредственному живому общению с апостолами и их ближайшими учениками, христиане Ранней Церкви, появлявшиеся послания, появлявшиеся Евангелия, могли и оценивали с точки зрения живого устного предания христианской Церкви. Именно с тех времен, с первого века по Рождестве Христовом Церковь продолжает утверждать, Священное Писание, Библия является ее документом. Именно Церковь может и понять, и интерпретировать, и либо принять, либо отвергнуть те или иные Писания, которые претендуют на выражение истины, Божественное Откровение, изложенное у Господа Иисуса Христа, либо у апостолов и ближайших учеников. Вопрос об отвержении тех или иных документов, которые содержат в себе, может быть, не всегда полностью искажения, но в ряде случаев искажений либо учения Христова, либо истории его общественного служения, этот вопрос встает в полноте своей к концу первого века и, конечно же, во втором веке по Рождестве Христовым. Этот вопрос был отчасти связан с тем, что возникает движение или учение гностицизма. Это было очень специфическое религиозное движение, которое под видом христианского учения преподавало верующим достаточно специальное, нехристианское содержание. Очень часто это содержание было позаимствовано из восточных религий. Надо сказать, что гностики, а это название происходит от греческого термина гнозис, что означает познание на опыте. Гностики утверждали, что Господь Иисус Христос не открыл полноту своего учения для всех. Он открыл только отдельным лицам. Кто-то из них утверждал, что Он открыл полноту учения только Марии Магдалине. Другие говорили о том, что открыл ближайшим ученикам апостолам, но апостолы далеко не всем это учение решили изложить. И вот они гностики и являются носителями не только тайного, но и наиболее полного учения Христова. В частности, они строили свои догадки, а лучше сказать лжеутверждения, на таких словах апостола Павла, обращенных к Тимофею, которые можно найти в первом послоне к Тимофею, 6 глава, 20 стих, и второе послание к Тимофею, 1 глава, 14 стих. Но это была их гностическая ложная интерпретация того, что якобы апостол Павел выбрал Тимофея для передачи ему некого эксклюзивного знания. Однако искаженность вероучения гностиков заключалась в том числе и в их отношении к Ветхому Завету. Известно, что один из наиболее влиятельных гностических учителей, основатель целой гностической школы Маркион, считал, что Ветхий Завет есть продукт откровения некого подчиненного Бога, который подчинен Богу Нового Завета. И поэтому он отвергал все писания Ветхого Завета. А в Новом Завете считал, что только апостол Павел правильно понял Господа Иисуса Христа, поэтому он принимал те писания, которые связаны с апостолами язычников. А именно, Евангелие от Луки. Лука, как мы с вами помним, был ближайшим сотрудником святого апостола Павла. И даже не все послания, а 10 посланий апостола Павла, 9 посланий к церквам и одно послание пастырское к Филимону. Так вот, он не только отвергал целый корпус, часть того священного писания, которое принималось другими христианами ранней церкви, но Маркион при этом редактировал и Евангелие от Луки, и послания апостола Павла, так, чтобы удалить из них все упоминания о Ветхом Завете. Более того, в эту эпоху, в конце первого века, в начале второго, появляются как в гностической среде, так иногда и просто в среде христиан, которые желали каким-то образом выразить свою собственную личную, но неверную точку зрения, так называемые псевдоэпиграфы, то есть произведения, которые надписывали именами апостолов, дабы придать им этим произведениям больший авторитет, но которые на самом деле не были написаны апостолами, не восходили к ним, не несли в себе именно то учение, которое было изложено в достоверно, определенно написанных апостолами текстах. Поэтому, конечно же, возникает вопрос о том, что необходимо было отобрать из целого ряда произведений, претендующих на изложение Божественного Откровения Нового Завета, отобрать те, которые однозначно соответствовали тому самому устному преданию ранней церкви, о котором мы говорили чуть ранее. И вот поэтому появляется стремление к тому, чтобы какие-то книги идентифицировать как содержащие Божественное Откровение, а другие книги, наоборот, отвергнуть, как книги или содержащие ошибки, или даже подложные, то есть не принадлежащие тем священным авторам, кому их приписывают. Отсюда возникает постепенно то собрание книг, которое мы сегодня и называем каноном. Можно дать следующее определение. Канон Священного Писания Нового Завета это список книг, содержащих откровения, данные через учения и деяния Иисуса Христа, записанные апостолами или их ближайшими учениками и воспринятые церковью. Но как формировался этот список книг? Очень часто можно услышать даже из людей, получивших богословское или духовное образование, совершенно неверное предположение. Да, церковь отобрала, но по непонятному критерию. Это было нечто субъективное, это просто была неизъяснимая словами жизнь ранней церкви. Однако погружение в историю данного вопроса показывает, что это далеко не так, что канон как список книг Священного Писания Нового Завета формировался, исходя из определенных критериев, о которых мы с вами и поговорим в следующих лекциях. Большое спасибо за внимание. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok